Виновнику несчастного случая в Шумейке могут назначить условный срок. Напомню, трагедия произошла 9 августа на реке Саратовка. Мужчина проехал по воде и не заметил купающуюся пожилую женщину. Пенсионерка попала под винт катера и скончалась на месте. Защитники обвиняемого уверены в условном сроке, так как главной причиной трагедии была все же невнимательность владельца катера. Узкая протока – это да. Потом там существует дополнительный судовой ход. И женщина все-таки купалась в месте стихийного купания. Должным образом не обеспечена безопасность купающихся. И она, по словам пять очевидцев, заплыла достаточно далеко. И судоводитель, идущий на достаточно высокой скорости, просто не заметил купающуюся женщину. Как бы в этом случае надо быть всем предельно внимательными. А пока правоохранительные органы выясняют истинные обстоятельства трагедии, сотрудники ГИМС проводят профилактические беседы на воде. В течение месяца будут организованы рейды по выявлению различных нарушений. Подробнее о том, кто станет объектом пристального внимания сотрудников ГИМС, в сюжете Екатерина Ковальчук. День добрый. Желаем здравия. ГИМС Саратовская область. Теперь пожелания доброго дня от сотрудников водной инспекции. Лодочники, отдыхающие будут слышать каждый день. В области стартовал месячник безопасности на водоемах. С раннего утра и до вечера представители ГИМС будут проводить рейды по выявлению нарушений, как среди купающихся, так и тех, кто управляет маломерными судами. Чем ближе выходные, пятница, суббота, воскресенье, наиболее движение маломерных судов интенсивное, и в это время происходит нарушение, допускают некоторые судоводители нарушения. Это, скажем так, превышение скоростного режима, выход маломерных судов на судовой ход. В первые же минуты рейда сотрудники водной инспекции ловят нарушителей. Документы имеются у вас? Документы имеются, но они на даче. То есть мы их с собой не взяли. А почему? Ну вот так получилось, потому что все в трусах раздеты, поэтому не взяли. А как вы докажете сейчас собственность? А что доказывать надо? Вот лодочка чья? Наша лодочка. Доказывать принадлежность водного судна хозяину теперь предстоит сотрудникам полиции. Но уже на суше. А перед тем, как оттащить транспортное средство, представители ГИМС выписывают протокол об отсутствии документов на лодку. Владельцу этой гулянки повезло больше. Вместо протокола он получил лишь устное предупреждение. Угол освещения должен быть 112,5 градусов. И светить они должны вперед судно. А у вас они светят назад. Пожалуйста, исправьте. На первый раз предупреждаем вас. Всего за несколько месяцев навигации в области было составлено 919 протоколов об административных правонарушениях. В водоемах региона за период купального сезона утонули 53 человека, среди которых 6 детей. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.